Всем привет, друзья! С вами Хантас. Долгожданная обнова в ЛСД, то есть давно, давно реально ее не было. Обновление 1.12.1. Сектор 7, оружие, квесты, босс. Выжившие, прием! У нас есть информация о том, что ждет вас за стеной. Начнем с оружия, которого, как известно, много не бывает, а в экстремальных условиях сектора 7 тем более. Теперь за стеной ваш арсенал будет состоять из копья, самодельных пистолета, винтовки, дробовика, щита, обреза и уже знакомого оружия старого револьвера АМП-5К. Таким вот образом экипировочка выглядит, новая оружка. Мы с вами обязательно сейчас посмотрим все именно по новости, а уже посмотрим далее в игре. Некоторые единицы будут снабжедены специальными способностями, которые повысят продолжительность жизни тех, кто правильно ими пользуется. То есть, в принципе, активные навыки, как я понимаю. Вот я вижу щит персонажа, да, в последней броньке в новой щитом. Он, похоже, пользуется так же отталкивает, как тот же щитовик в полицейском участке. Также была добавлена и новая боевая экипировка, которая отвечает всем требованиям исследователей пустощи. То есть, получается, добавили нам также новых боссов. Далее ниже посмотрим. И эту экипировку нужно будет, наверное, все-таки использовать на них. Надежность, практичность, все, что нужно для комфорта в суровых испытаниях. Все эти чудесные предметы будут доступны в разделе рецепта за стеной. Теперь при наличии ресурсов можно создать целый арсенал. То есть, получается, мы приходим в сектор 7 и вот такие предметы сможем крафтить. То есть, отдельные чертежи, получается, нам будут доступны именно в секторе 7. Кстати, о ресурсах. Помимо уже известных, для производства понадобится новая стальная труба резина. Они уже в игре. Много полезных хранится в зараженных сундуках на территории сектора. Но и бдительно охраняют зомби. Так что потихоньку лутать не получится. Только битва лицом к лицу. Для авантюристов по жизни мы приготовили новые интересные квесты. Выполнение которых сулит награду. Да, скорее всего, они опасны. Но никто не говорил, что будет легко. Сектор 7 растет и меняется. Казалось бы, давно знакомы локации. Теперь выглядят по-другому. Появились ли новые опасности? Ну, я как вижу, конечно же, появились. То есть, у нас уже два босса. Ребят, два босса. Давайте ниже почитаем. Конечно, новые противники доставят вам хлопот. Помимо часовых, которые просто так не дадут залутать зараженные сундуки. Проблем подкинут гнилой зомби и босс-шахтер. Охренеть просто. Эти парни беспощадны. Впрочем, как и все остальные, чтобы победить их, понадобится сила, командная работа и смекал. Так что на вылазки лучше брать только проверенных бойцов. Будьте осторожны. Постарайтесь, чтобы сегодняшний день не стал для вас последним на земле. Конец связи. Ну, там исправление, айос и прочее. Давайте чекать уже наконец, что там в игре у нас происходит. Первонаперво хотел бы обратить ваше внимание, что добавили музыку сюда. Знаете, так это получается постапокалипсис и даже больше похоже на Fallout. То есть и музыка такого жанра очень атмосферна, очень успокаивающая. По поводу квестов, что хочу сказать. То есть здесь я немножко побегал, посмотрел перед тем, как записывать. Квесты полностью сбросились. Они обновились. То есть обновились они, потому что нам добавили и крафт, и новых боссов, новых зомби и прочее, прочее, прочее. Те, кто не успел доделать, например, тактический рюкзак, в принципе, как и я, соответственно, начнут все это выполнять, к сожалению, заново. То есть вы можете заметить, найти бинты, найдите железный слиток, изготовить стальное копье. То есть после того, как вы пришли на эту локацию, вам доступен крафт. То есть все это мы можем скрафтить, но только, получается, оно будет действовать, и мы это можем использовать именно в секторе 7. То есть я сначала думал, необходимые ресурсы все эти найти. Нет, нет, ребят. То есть просто необходимо больше времени находиться на этой локации, находить все эти вещи абсолютно. Я уже немножко пробежался. Смотрите, что добавили еще. Временное хранилище, просто огромное временное хранилище. То есть оно необходимо для того, чтобы мы фармили ресурсы, складывали, а потом их использовали. Это очень, на самом деле, удобно. То есть благодаря этому можно, в принципе, давайте, кстати, попробуем взаимодействовать с кланом. То есть, например, мы нафармили, да, у нашего, например, соклановца каких-то ресурсов не хватает. Да, можно с ним поделиться тем, что вы нафармили того, что у вас получается лишнее. То есть я, как понимаю, посмотрите, первые вещи это самые простенькие. Дальше там и улучшенная ткань необходима. И здесь даже алюминиевые слитки получаются, пластины, железные пластины. Так, подождите, самодельный дробовик. А, получается, мы крафтим самодельный дробовик. И, скорее всего, после того, как у него остается очень-очень мало прочности, мы можем сделать тяжелый щит и обрез. Сразу у меня мысль промелькнула, ребятки. Также тоже пользуйтесь. Два сета. То есть мы это тоже можем крафтить. Раньше только найти могли. И вот этот вот сет. Все это я обязательно найду. Как я понимаю, чем сложение локации, тем больше высокоуровни, получается, ресурсы нам будут выпадать. Немножко пробежался. Давайте с вами еще раз тоже пробегусь. Так, вот она, наша карта. То есть вот эти вот, вот эта вот половина, получается, это вот у нас пустошь, которая раньше была. Немножко ее поменяли. Добавили два босса. То есть у нас один был босс ранее, который, к сожалению, я не убил, но обязательно убью. Ребятки, также этот видос, это даже более призыв для вступления в клан. То есть у меня все более аудитории, которые играют в игры от Кефира. И получается, надо и одного босса убить, и второго босса этого шахтера. То есть если вы активный игрок, хотите со мной записывать ролики, хотите мне помогать, то, пожалуйста, вступайте в клан. То есть напишите ваш никнейм, ID. Все для этого необходимо. Я вас приму. Только активные игроки, которые ежедневно играют в игру неактивных, я буду кекать. И вторая часть, получается, это, как мы увидели в новости, это у нас зараженный лес. Ну и давайте сходим туда, уже с боссов, наверное, посмотрим в других роликах. По-любому все это необходимо будет нафармить, скрафтить и прочее-прочее. Да, вот мертвый лес, здесь вот пустошь, в принципе, и написано. Давайте по нарастающей, то есть в один череп сходим. Но знаете что, я сразу смотрю на будущее, то есть мне кажется, опять это будет крыса-игра. Не сектор-сим, а крыса-игра это называю. Потому что все ждут, пока кто-то согрит. Так, подождите, здесь вот кто? А, вот ящик, пожалуйста. То есть сразу же, в первой же локации мы находим ящик. Ух ты ж, какие вы жесткие парни-то, а? Слабый часовой. А сильный часовой есть? Опа-опа-опа-опа. Тихо. Давайте лучше револьвер возьмем. Так, вот, пожалуйста, уже ткань начинает выпадать. Сюда бы хороший еще рюкзак добавить. Опа. Револьвер, кстати, стал более эффективен. Я вот прям заметил, прям капец какой. То есть вот таким образом часовых нам нужно снять, почистить ящик и залутать. То есть самый топовый лут, получается, находится в этом ящике. Это дерево. Ну, конечно, немножко глупо. То есть мы, в принципе, извне можем его принести. Но вот таким образом все это, соответственно, работает. А револьвер как-то мы можем задействовать? Похоже, что нет, да? Так, давайте еще посмотрим, что здесь. Ну, вроде я не вижу. То есть, похоже, что убавили шанс попадания других игроков к вам, да? Здесь еще один ящик. То есть, мне кажется, первоначальная цель это, соответственно, ящики. Так, с револьвером более-менее. Промах был серьезно или мне показалось? Так, ящик. Да, да, да. То есть, в принципе, нам необходимо лутать ящики, чтобы добывать ресурсы, чтобы идти уже в более сложной локации. Вот очень много ткани выпадает, с которой мы, в принципе, можем крафтить те же бинтики. То есть, очень-очень интересно. Но это надо в секторе 7 находиться очень много. Прям дофигища получается. Так, давайте эту локацию дочистим. Пойдем в более сложную. Так, это что, он на звук пробежал? Так, ящик, наверное, все же лучше кулаками почищать, а не тратить вот такое хорошее оружие. Так, 3 ящика на самый простой. Ни хрена себе! Даже такое выпадает! Серьезно? Щит выпал. Офигеть! Ну, смотрите, то есть, получается, на этом щите... Даже веревка есть, я понял. На этом щите у нас есть знак радиации. То есть, в принципе, это означает, что этот предмет добыт именно в этой локации. Так, вроде бы только 3 ящика нашел. Есть еще что-то? Такой зараженный... А, нифига себе, она огромная! Эта локация просто огромная. К сожалению, здесь присесть нельзя. Эй, вы что? По 30 на тебе! Ну вот, мансованием, в принципе, неплохо, да? С этим щитом. Просто офигенно, что он мне выпал. К сожалению, нет кнопки взять все. То есть, получается, если вы открываете ящик, и рядом с вами есть еще другие игроки, если вы не успеете, они могут что-то выцепить у вас. Пепельный бегун. Так. Отлично. Так. Офигенно. Очень много всего выпадает. Так, наверное, вот этого еще надо снять. В любом случае, он прибежит к нам. Слабый часовой. Отлично. Ну, ткани очень много выпадает. Это хорошо. Так, подожди. Это что, у него даже 60 получается хп было зараженного. То есть, в принципе, сундучки тоже разделяются по своему качеству. То есть, получаются какие-то более простые, какие-то более сложные. И там, соответственно, лут тоже покруче будет. Ну, зомбарей придется убивать. Но это очень хорошо, что сейчас не заходят игроки. То есть, похоже, что, как я уже говорил, шанс все-таки убавили. Потому что это пипец просто было бы. Бинты тоже, мне кажется, очень быстро крафтятся. Так. Да, и тканям очень много выпадает. Так, что здесь? Отличненько. Так, интересно. Вот я сколько труп собрал? Шесть труп. Я могу что-нибудь интересное скрафтить? Самодельный пистолет. Слитки нужны. Ну, это, наверное, вот эти болты и все. Это остальное выпадает уже в более сложных локациях. Давайте туда сходим. Но предварительно обязательно нужно все ресурсы выложить. То есть, накрафтить бинтиков. И, соответственно, обновить экипировку. Экипировку мы можем бесконечно брать у чувака, который, в принципе, ее выдает. Так, давайте посмотрим. То есть, нас пустошь пока не интересует. Вот, конечно же, мы туда в любом случае заглянем, что там поменялось. Сейчас мы пока будем ходить по мертвому лесу. Так, локация с двумя черепами. Обязательно перед тем, как идти в другую локацию, выкладывайте все вещи, все ресурсы, которые вы добыли. Чтобы ваше время было не потрачено зря. Так, а что у вас так много? Ого-го, по четыре. Нифига себе, часовой. И это вы сразу все... А они отходят, они отагриваются. Этим, в принципе, можно пользоваться. Слушайте. Ну, вот, пожалуйста, начинается, да? Вот так. Ага, не прокатят. Придется еще этих убить. Они где-то у чувака завалили, серьезно? Смотрите, то есть, получается, поменялись скрипты. Теперь не до последнего за вами бегают вот эти мобы, да? А они привязаны к локации. Блин, конечно, бинтов надо брать с собой капец просто. Наверное, мне надо было броньку покручать. Итак, давайте посмотрим, что стало с тем чуваком. Может быть, конечно, он убежал. То есть, они от... А нет, они его убили. Он сумасшедший. Они его... Офи... Офигеть! Чувак! Как ты так? У него закончилась бронька. И, к сожалению, он откис. Офигеть, сколько он мне бинтов подогнал. Просто жесть. Ну, спасибо, конечно, тебе большое. Страна тебя не забудет. Я, наверное, все-таки пойду переоденусь. У меня более-менее сет есть. Но здесь пожестче будет. И, соответственно, вернемся в эту локацию. Вот я не совсем понимаю, откуда у него... Как ты так зареспавнился? Откуда вот у него такие коцанные револьверы? И нафига ему коцаны нужно? В принципе, проще... Охренеть, вы че, озверели? Вот, к сожалению, опыт не дает. Еще бы опыт давали за этих... Так, то есть, есть, в принципе, смысл убивать, да, получается, этих мобов. И, мне кажется, да, мы сможем крафтить фуловую уже броньку из этого всего. Да, 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 да. То есть, есть смысл даже мобов убивать. Так, здесь бегал чувак. Вот я пока не хочу агрить. Сейчас посмотрю. Мобов очень много просто возле ящиков. И, мне кажется, я в этом ролике не доберусь до ящика, да, в третьей локации. Потому что это просто капец будет. Вы посмотрите. И сейчас, если я сагрю одного, мне кажется, прибежит вся толпа. Просто вся толпучка прибежит. Так, вот с этой стороны два. Я заметил, с одной стороны два, а с другой стороны четыре. В принципе, там тоже было. Одного агрыш прибегают все. И чистить надо все это. Так, минус один. Ага, чуть дальше отошел. Слушайте, надо как-то поднастроиться. Вот так вот. Раз. Один раз ударил. Так, три раза ударил, получается. А, подожди, подожди. Он когда отагривается, он отхиливается. Так что нет смысла в этом отходе. То есть, получается, нужно до талову одного убивать. Прямо до последнего. Ну, не знаю, не знаю. Просто посмотрите, сколько там. Просто посмотрите. Там даже не четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Просто пять. Получается, одного агрыш прибегают все. Это просто жесть. Я не знаю, как это мне убить все. И броньку они быстро все коцают. Но это жесть. Это, соответственно, поэтому и локация кооператив. То есть, необходимо бегать кооперативом. Наверное, даже не смогу. Нет, вот здесь вот, по-моему, их поменьше. Давайте попробуем. Вот здесь вот. Оба-на. А, нет, не получится, да? Не получится. Нужно переодеться. Я теперь понимаю, почему разработчики привязали мобов к конкретному ящику. Знаете почему? Потому что, если вы заходите кооперативом, один может заагрить их всех, увезти в сторону, а другой тупо открыть ящик с минимум потерей ресурсов. То есть, даже базовую экипировку, если вы оденете, получается, соответственно, базовую экипировку, если вы оденете, то можете изи все это зафармить. Я чуть не понял, куда я попал. О, а где все? Это что, это все зафармили игроки? А, ну вот, есть что-то. Здесь два, здесь вот еще бегают чуваки. Ну, он мне, скорее всего, мешать будет, нежели помогать. А, ну вот, кто-то там что-то дерется. Давайте поможем, может быть, скооперируемся хоть как-то. Ты мне поможешь, дружище? Давай, 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 давай. Да, это жесть, конечно. Одного убили. Хотя бы лут посмотреть. О, красавчик, ты просто красавчик, чувак. Ты просто топчик. Он помог. Ну, он ресурсы тоже, конечно, забирает. И вот, пожалуйста, тот шнырь. Да, то есть тот шнырь. Я даже посмотреть не смогу. Бейте его, чуваки. Он просто тупо все залутал. Про что я, в принципе, говорил, да? Он бегал рядом. Ничего не делал. Практически. И в крысу все залутал. То есть минус сектора 7. Вот такие вот крыски. Сейчас все еще заберет. Все просто тупо залутал. Ну, я про это уже говорил. На этом, в принципе, весь сектор 7 и держится. То есть он не убил ни одного моба. Только тот, который последний к нему пришел. Кстати, они, походу, после... Даже если ты не полностью ящик залутал, они периодически даже заново респаунятся. То есть тот чувак вообще откис. Этот пришел, долутал. И, к сожалению, не могу пока вам показать весь лут. Нам необходимо, получается, фармить. Просто жестко фармить. Давайте закончим первый квест. И этот ролик на этом закончим. Я фанат серии игр Fallout. И поэтому мне это очень все зашло. Ну, атмосфера, то есть музыка взята именно вот такого жанра. Так, нам по заданию необходимо было найти бинты. Это все очень просто. Мы там у чувака аж почти полтора стака нашли. Железный слиток. Я нашел самый первый локации. И изготовить, соответственно, остальное копье. Тоже все изи. Из трех труп. И, в принципе, награды те же самые. Просто поменялись задания. Буду фармить. Буду познавать эти локации. Еще раз, ребятки, напомню. Если вы активный игрок. Хотите со мной записывать ролики. Убивать, наконец-то, этих боссов. Потому что в прошлый раз я пытался собрать. У нас что-то опять не получилось. Здесь сейчас можно конкретно обмениваться. Фармить ресурсы. Через, соответственно, клановое хранилище. Их передавать. И очень-очень можно кооперативным играть. На это, в принципе, и нацеленно. То есть, сейчас, когда бегал, не встречал еще ни одних чуваков, которые играют в кооперативе. Давайте исправим эту ситуацию. Оставляйте свой никнейм и ID. Все необходимое для вступления в клан. Соответственно, вам кину запрос. Если у вас есть дискорд. В ближайшее время мы с вами, соответственно, убьем всех боссов. Все, весь сектор 7, так сказать, изучим. С вами был Хантас. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, ребятки, поддерживать большим пальцем вверх. Всем добра. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.